Всем здравствуйте! Старшая сестра Дмитрия Нагиева Наталья живет в 110 километрах от Санкт-Петербурга. Там у 62-летней женщины есть небольшой домик на окраине деревни и конюшня, где она проводит все свободное время. Несколько лет назад Наталья занималась ипотерапией. С очень тяжелыми формами ДЦП работала, были совершенно потрясающие результаты, поделилась сестра Нагиева. После оборвавшейся жизни мужа ей пришлось закрыть проект из-за сложностей с финансами. Однако расстаться с лошадьми, которых она спасала от убоя и выхаживала после недобросовестных хозяев, Наталья не смогла. Сейчас Наталья еле сводит концы с концами. Иногда к ней приезжают местные жители и привозят корм для лошадей. Помогает ли сестре Нагиев неизвестно. Дмитрий, который в прошлом году заработал 450 миллионов рублей, не любит говорить о семье, не поднимает вопрос финансов и сама Наталья. При этом она отмечает, что Дмитрий часто приезжает к ней. По словам женщины, артист считает конюшню своим местом силы. Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде. Мать Дмитрия, Людмила Захаровна, была дочерью первого секретаря Петроградского райкома партии и певицы Кировского театра. Она преподавала иностранные языки. Отец, Владимир Николаевич, мечтал стать артистом, до 17 лет играл в театре Красной армии в Ашхабаде, но в театральный вуз не поступил. Работал инженером на Ленинградском оптико-механическом заводе. Когда Дмитрию было 11 лет, его родители развелись. Дмитрий Нагиев делился, что его семья жила очень-очень бедно. Мы жили так бедно, не передать. Помню, как в шестом классе я жаловался маме, что мне жмут ботинки и я больше не могу их носить, больно. Но при той тяжести жизни, которая досталась маме, она сама выстояла и воспитала нас с братом приличными людьми. За что я ей очень благодарен, рассказал Нагиев. Дмитрий занимался самбо, взюдо, спортивной гимнастикой, еще ребенком он попал в кино, снимался в популярном киножурнале, однако в театральный институт поступил только после армии. В сентябре 1990 года во время репетиции спектакля в институте у Нагиева случился паралич лицевого нерва. Восстановление заняло полгода, но последствия паралича остались на всю жизнь. В 1991 году после получения диплома Нагиев работал в театре, затем был ведущим на радио. В институте Нагиев познакомился с Сергеем Ростом. После ухода Роста из команды Нагиев продолжил сниматься. Дмитрий Нагиев играл в детективном телесериале Каменская, исполнял роль владельца ресторана в ситкоме «Кухня». Также он участвовал в полнометражной версии этого ситкома. Параллельно актер снимался в сериалах. В 2018 году он сыграл Виталия Калоева в картине Сарика Андреасяна. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока, пока.